Дубль 155 Всем доброго времени суток! С вами Валентин Шкандыбин И сегодня для вас я хотел бы рассказать о том, как играть на варгане Варган это очень древний инструмент, который по сей день считается инструментом шамана Если вы решили для себя открыть его, я вас поздравляю, вы откроете для себя огромную вселенную С чего нужно начать освоение этого инструмента? Его устройство Жесткая часть называется дека Подвижная, пружинная, называется язычок Мы выделим несколько элементов и о них поговорим Первый элемент это виды хватов Хватов у нас существует несколько Первый хват, который я рекомендую всем новичкам, это как медицинский шприц Когда наши пальцы указательный и средний Берут его по краям и фиксируем большим пальцем, исключая при этом его шатание Второй вид хвата, когда наша ладонь смотрит на зрителя Этот вид хвата очень удобен, когда мы подзвучиваем игру на варгане при помощи микрофона И третий вид хвата, когда ладонь смотрит на нас и находится сверху В этом случае мы играем, производим бой сверху второй рукой Следующее Виды боя Бой это очень важный элемент Потому что когда человек играет и дергает язычок неправильно Есть вероятность, что мы его либо погнем, либо сломаем Поэтому на него сделать необходимо основной акцент Бой производится крайней точкой пальца, указательного или же среднего Необходимо производить минимальное касание, чтобы не слишком сильно задевать Это может привести, опять же говорю, к поломке инструмента Легкое касание уже достаточно, чтобы варган зазвучал Дальше Как же у нас производится движение руки? Наше плечо находится недвижимо Ходит при плече и долетает кисть Это можно отработать при помощи зеркала, когда мы видим, как происходит наше движение Когда мы уже научились держать варган, выбрали для себя хват Мы можем пробовать прислонять его к зубам В моих руках зубной варган Есть еще губные варганы О них я как-нибудь расскажу в следующих видео Что же, начнем прислонение Освоение, как мы прислоняем к зубам Прислонение к зубам Прежде чем прислонить к зубам, необходимо понять, как же располагаются зубы Зубы не нужно ставить сверху Варган именно прислоняется Вот таким образом Между зубами делается зазор, для того, чтобы язычок беспрепятственно ходил И это можно проверить следующим образом Если язычок не касается зубов, если все сделано правильно, опять же здесь может вам помочь зеркало Мы можем попробовать первый звук Губы Губы необходимо плавно и спокойно опускать на варган Если этого не сделать, то звук будет неярким Но для определенных эффектов мы иногда можем открывать и закрывать губы Если не изменять звук и просто прислонить варган к зубам То будет монотонное звучание и не совсем интересная мелодия Чтобы как-то разнообразить звучание варгана Мы начнем пошагово разбирать, из чего же строится мелодия Первое – это движение языка За счет движения языка мы можем изменять тональность Когда язык приближается к зубам, тональность становится выше Когда мы поджимаем язык к верхнему нёбу, то тональность понижается Показываю Также мы можем плавно перемещать язык, и это тоже будет интересно Следующее – это движение нижнего нёба Когда я прислоняю палец, вы можете видеть, как он движется Дальше у нас идет горло При помощи горла мы можем вызывать артикуляционные звуки Артикуляционные звуки выглядят следующим образом Не стоит пробовать произносить звуки прямо вслух Это достаточно сделать имитируя звук, а варган сделает все за вас Без варгана это выглядит так То есть я ничего не произношу Потом у нас идет дыхание При помощи дыхания мы можем удлинять или же укорачивать звучание варгана Когда мы делаем плавный вдох, варган звучит дольше Когда мы делаем резкий вдох, мы можем затормозить вибрацию язычка Вдох и выдох Сейчас я сделаю резкий вдох и резкий выдох В момент, когда мы ударяем по язычку И делая резкий вдох, мы можем достичь максимальной громкости варгана Если потренироваться, это не составит труда Дальше у нас идет диафрагма При помощи движения диафрагмы мы можем создавать эхообразные звуки Видно, когда я прислоняю пальцы, как движется диафрагма и получается такой звук Если все вышесказанное связать, то получится мелодия Напоследок могу добавить еще несколько артикуляционных звуков Такие как Р, Ла-Ла-Ла и звук Ка-Ко Он же похож на звучание и пение кукушки Итак, последовательный звук Р Ла-Ла-Ла И кукушка Новичкам я всегда советую играть в свою сторону Потому что когда мы играем от себя, есть вероятность, что сделаем что-нибудь неправильно И язычок повредится А здесь у нас блокирует плечо То есть дальше рука не пойдет Когда вы уже чувствуете, что уверенно держите варган в руках Когда вы уже знаете, что рука у вас входит по той же траектории Вы можете попробовать играть форсированно или же в обе стороны На этом, пожалуй, все, что я хотел бы сказать на начальном этапе освоения этого инструмента Если мое видео кому-то поможет в освоении инструмента, я буду очень рад Не забудьте подписаться на мой канал Поставить лайк Пишите комментарии Спрашивайте, что вам будет интересно Я буду стараться всем ответить Спасибо за просмотр С вами был Валентин Шкандывин Пока-пока Играйте на варгане Субтитры сделал DimaTorzok